ПЕРМСКОГО ТЕАТРА В этом застарелом для Перми вопросе обсудим в рамках программы «Ракурс». Я Антон Шибанов. Здравствуйте. В нашей студии сегодня Дмитрий Лапшин, главный архитектор Перми и исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Галина Полушкина. Кроме того, мы рассчитываем, что на связь с нашей студией выйдет один из столичных архитекторов. Мы очень хотим узнать его мнение на всю эту проблематику. Приветствую вас прежде всего. Здравствуйте. Рабочая группа сформирована. А что дальше? На какой стадии сейчас находится наша общая проблема и ее решение? Сейчас мы находимся на стадии разработки технического задания. Оно практически готово и находится на согласовании сейчас в Министерстве культуры, в Министерстве строительства. Надеюсь, в самое ближайшее время мы согласуем, отправим ТЗ нашим подрядчикам, бюро Дэвида Чепперфильда. И на основании этого ТЗ они подготовят эскизный проект, который будет представлен ориентировочно 10 апреля здесь, в Перми. Достаточно малый срок. Да, это очень сжатые сроки, но речь пока об эскизном проекте идет. Сроки реальные. Если говорить о тех площадках, которые были представлены представителем архитектурного бюро, представлены представителем. Дмитрий Юрьевич, с Вашего позволения. Пожалуйста, я могу по этому поводу дать комментарий. Насколько я понял, посмотрели площадку Уразгуляя за памятником Татищева, посмотрели, наверное, эспланаду, посмотрели пятый квартал. Пятый квартал. Пятый квартал – это квартал перед мостом, с правой стороны, перед выездом из города, практически на верхней части набережной. Так называется, можно назвать его городской балкон. Площадки каждая из них непростая, каждая из названных. Если я пропустил какую-то, можете дополнить. При этом есть особенности, как положительные, так и отрицательные. То есть в каждом этом месте есть большой перечень сложностей, связанный именно с тем, как разместить ее в городской среде. Потому что с остальными вещами, как геология или инженерная инфраструктура, они достаточно равные и в неплохих условиях находятся эти площадки. Одни из лучших для такого крупного объекта. То, что касается площадки Уразгуляя, площадка достаточно кулуарная, но ее плюсом была возможность начать с того места формирования первого города. Скажем, знаковый объект, который мог бы стать началом. Но достаточно сложное сочетание с окружающей застройкой, с историей. Хотя при этом есть возможность для богатого творческого решения. Чем больше сложностей для архитектора, тем иногда интереснее получается проект. Галина Кирьяновна, с вашей позиции, какая площадка наиболее приоритетна? Где бы хотелось разместить вот эту новую сцену? Ну, действительно, посмотрели четыре площадки. Вообще, посмотрели все пустыри в центре города, какие имеются. Разгуляя, к сожалению, отпал по причине малого размера. То есть там театр просто не поставить, не хватит площади. По той же причине отказались от площадки на месте бывшей кондитерской фабрики. Это, простите, перебиваю, угол Попова и Петропавловской. Вот, остались две подходящие площадки. Это городская эспланада и высокий берег Камы, пятый квартал, угол улицы Попова, Монастырская, Кулово и Осинской. Обе эти площадки хороши. Но, должна сказать, что архитекторам, а их мнение очень важно для нас, они авторы проекта, больше понравилась площадка в пятом квартале. Вот, они ее как-то почувствовали. Они почувствовали, что театр на этой площадке станет якорным объектом и влечет за собой развитие набережной, городской набережной. Давайте узнаем мнение по этому поводу еще одного нашего эксперта на видеосвязи с нашей студией из Москвы. Антон Барклянский, архитектора. Антон, я вас приветствую. Мы вот в нашей беседе пришли к выводу, что площадка на высоком берегу Камы, рядом с Камским мостом, наиболее интересна. Ваше видение этого вопроса? Мне кажется, что объект на реке, на Каме, будет интересным. Потому что есть возможность соединить разные точки и, наконец-то, обустроить эту набережную. Площадка станет хорошей точкой в деле развития верхней части набережной. Правильно я понимаю? Да, то есть, наконец-то, удастся эту набережную сделать как частью города, чтобы она была вовлечена в процесс, когда людям гуляют. Потому что сейчас там нет ничего. Насколько я помню, там есть технические сложности, связанные с железнодорожными путями. Это правда, но я думаю, что это технически решается. Я думаю, что есть другие три ключевых проблемы. Так. Первый момент – это транспортная доступность. То есть, зная, как сейчас происходит, мы можем получить проблему пробок. Второй момент, как мне кажется, если уже не говорить о площадке, а о самой концепции, то тут есть подводный камень. Когда мы проектируем пространство, есть проблема перевода. Того, как они видят проект, и как потом его реализуют. Антон, вас услышал, если можно, третий еще пункт, о котором вы говорили. Да, третий пункт. Если вспомнить, вот недавно проходил конкурс в Иркутске. Там инициатор Денис Матсуев. На симфонический театр. Там заявлено, что акустикой будет заниматься японский спектрализм, он известен на весь мир. И это, наверное, очень важный момент. Кто будет заниматься акустикой здесь? Потому что я думаю, что для Теодора Курентис это очень важный момент. И, может быть, даже наиболее важный, чем как выглядит здание основной выше. Антон, большое спасибо. Если есть возможность, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Не совсем, я так понимаю, было слышно нашего эксперта. Поясню три проблемы, которые он обозначил. Это транспортная доступность, перевод проектов в конкретику. То есть некий красивый замок, нарисованный господами-архитекторами. И то, во что он реализуется на практике. И вопрос с акустикой для театра. Ваше мнение на этот счет? Начну с акустики. Антон абсолютно прав. Для любого музыкального театра вопросы акустики и зала – это базовые, ключевые вопросы. И вообще проектирование зрительного зала. Нужно начинать именно с акустических решений. Мы очень надеемся, что в проект будет привлечена компания Нагата Акустикс. Американская компания, лидер на рынке акустических решений. Лидер этой компании – Ясухиса Тойота. Один из самых известных специалистов по акустике в мире. Этому специалисту, этой компании можно доверить акустическое решение нашего зала. А касаемо транспортной доступности и конкретики? Транспортная доступность – такая проблема действительно есть. Но я надеюсь, что наши городостроители эту проблему решат. Потому что пути решения есть. Естественно, нужно делать какие-то подъезды, организовывать, может быть, со стороны улицы Акулова, со стороны улицы даже газеты «Звезда», там есть дорога, по которой можно ехать. На мой взгляд, эта проблема решаемая. Но над ней действительно нужно работать. Вообще, я бы советовала на этот участок смотреть со стороны улицы Акулова, со стороны реки. И я так надеюсь, что центральный вход здания будет обращен, центральный фасад будет обращен как раз на Каму. Если мы подойдем к этому участку со стороны улицы Акулова, этот участок заиграет совершенно по-другому. И там уже можно представить театральное здание. Мне кажется, в перспективе улицу Акулова нужно делать пешеходной. И на ней вырастет такой квартал искусств, культурный квартал. По соседству с театром будет расположена художественная галерея, кафедральный собор. Да, и третий вопрос. Третий вопрос. Это был некий творческий замысел со стороны архитектора. И во что он превратится в итоге? Вообще стандартная практика такова. Иностранный архитектор всегда работает с компанией генпроектировщиком, генеральным проектировщиком, которая является либо российской, либо имеет в России представительство обязательно. В задачи этой компании входит адаптация архитектурного решения к российским нормам, к российскому законодательству. И эта компания прежде всего должна иметь инженерные компетенции, очень серьезные. Потому что ей как раз предстоит идея архитектора воплотить уже в стекле, в металле, в стали. Очень серьезный должен быть у компании опыт именно инженерного проектирования сложных зданий, каковым является театр. Собственно, у нас представители архитекторского сообщества в нашей студии, Дмитрий Юрьевич, ваше мнение? Давайте позволю себе коснуться именно только градостроительные специфики этой площадки. Я бы скорее предположил, что не появление театра создает какие-то сложности или проблемы, а именно сейчас находится в этом месте такой сгусток действительно сложных ситуаций, связанных с уже присутствием пробки в вечернее время, когда у нас действительно чувствуется час пик, когда в сторону Закамска через Каму выстраивается по улице Попова достаточно внушительная вереница автомобилей. И в то же самое время по улице Монастырской также люди стремятся и выстраиваются в огромную очередь. Те, кто хочет попасть на Парковый или также повернуть на Монастырский. Это понятно, но мы все живем в этом городе, все понимаем. И вот это накладывает особенности определенные на размещение театра. Во-первых, его точка размещения, она достаточно уникальна с такой точки зрения, прошу прощения за такой каламбур. Когда мы поднимаемся по основной магистральной улице, мы не будем воспринимать театр. Там действительно не будет главного фасада и главная возможность его увидеть почти на протяжении всего своего подъема по улице Попова, от Эспланады. И действительно так, что, так скажем, если можно назвать его, открыточный вид будет формироваться со стороны моста. То есть, когда мы въезжаем в город на месте тех самых ворот, мы должны увидеть мощную, сильную композицию, состоящую как раз из небольшого, так скажем, высотного здания с одной стороны и с другой стороны, крупного, но все-таки горизонтально расположенного театрального здания, где мы будем видеть там свет гуляющих людей. Надеюсь, мы не будем видеть там автомобили, потому что действительно поддерживаю полностью идею и хотел бы даже дальше развить это пешеходные части. То есть, мы можем от кафедрального собора и, как мне кажется, до бывшего дворца телефонного завода продлевать пешеходную часть. Причем, может быть, архитектору удастся создать некий театральный балкон, то есть, в тот второй уровень, куда можно выходить или из которого будут заходить зрители. Причем, очень бы хотелось рассмотреть такой вариант, чтобы мы могли пешеходной частью проходить над улицей Попова. Нельзя допускать пересечения в этом месте в одном уровне или использовать подземный переход. Это будет неправильно. При современных тенденциях проектирования и развития городской среды мы должны людей, во-первых, оставлять на дневной поверхности. Это не должны быть какие-то узенькие мостики, переходы, которые допустимы над простыми транспортами. Дмитрий Юрьевич, мы уже, да, понятное дело, уходим в градостроительную политику в целом. Для этого места она очень щепетильна. То есть, это такое место. Причем, мне кажется, даже придется городской балкон продолжать с этого места вплоть до Эспланады. Попробуй-ка в платье на каблуках, пройди зимой с остановки транспорта с Эспланады, с улицы Ленина. Все-таки там будет основной поток транспорта, на котором можно уехать. Я думаю, все-таки далеко не все посещают театр именно на автомобиле и со служебного входа. По крайней мере, мы должны создать эту возможность самого комфортного доступа туда. Я услышал вас. Галина Кирьяновна, можно ли говорить о каких-то сроках реализации этого проекта? Ну и, может быть, все-таки о суммах, которые необходимо потратить? Ну, о суммах говорить несколько преждевременно, потому что мы сейчас еще на этапе разработки ТЗ находимся. Когда оно будет готово, и поработают наши архитекторы. Искизный проект. Да, когда будет готов эскизный проект, тогда уже можно будет говорить о какой-то конкретной сумме. Пока немножечко рано. Сроки у нас очень сжатые. Мы бы хотели, чтобы театр открылся в год 150-летнего юбилея нашего театра, который мы будем отмечать в 2021 году. Осталось-то совсем немного? Осталось совсем немного, но эти сроки реальные. То есть 3-4 года – это срок вполне реальный. Но работать нужно, не покладая рук. Денные нужны. На видеосвязи с нашей студией из Москвы Антон Барклянский. Антон, как вы считаете, реальные ли сроки к 2021 году возвести новую сцену для Пермского театра оперы и балета? Будем считать, что мы с точкой определились. Ну, сроки действительно простые, но в принципе, исходя из сегодняшней реалии, то да, это возможно. Условия, чтобы это стало явью? Нужно четко понимать, что мы хотим получить в конце, хорошо подписать техническое задание и, соответственно, подключать специалистов на всех этапах. Антон, я благодарю вас, ваше мнение очень ценно, спасибо, что были с нами. Господа, вот смотрите, да, сейчас мы, решение вот всего этого вопроса получило такое невиданное ускорение для последних, да, для последних многих лет. Это связано со сменой краевой власти? Внезапный вопрос в политической плоскости. Да, это связано со сменой краевой власти. Безусловно, ускорение придал новый губернатор Максим Решетников, за что ему большое спасибо. Но на самом деле этот вопрос, он ведь был постоянно актуальным. И после того, как были приостановлены работы по возведению пристроек историческому зданию, была целая череда проектов, достаточно сомнительных. Нам предлагали строительство театра по проекту театра во Владивостоке. В Верхней Пушме. Да, потом по проекту театра в Верхней Пушме, потом незаметно для всех театр превратился в концертный зал, потом концертный зал превратился в универсальный театрально-концертный комплекс. То есть вот таких предложений было достаточно много, но мы все это время держали оборону и настаивали на том, что строить нужно новую сцену по проекту у Дэвида Чепперфильда. До работанному, до уровня отдельно стоящего здания. Ну, если очень кратко подытожить, да, политическая воля есть, ресурсы есть, хороший проект, я надеюсь, будет и сроки реализации вполне себе всех устраивают. Верно? Верно. Верно. Хотелось бы не допустить предыдущих ошибок. Есть пожелание, если это возможно, включить во все эти рабочие группы и местных архитекторов, которые будут помогать творческому сообществу. Обязательно. В нашей студии сегодня Дмитрий Лапшин, главный архитектор Перми, исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Галина Палушкина. Ну, кроме того, на видеосвязь нашей студии выходил архитектор из Москвы Антон Барклинский. Благодарю вас за то, что пришли, за то, что имеете свое мнение по конкретному вопросу. Будем рады видеть всегда. Спасибо, что выбираете РБК. До встречи в нашем эфире.